Ротуйте котика! Уважаемые слушатели! Ну что, Экзоуседа со статистики за ты день распочнем? Калиласка! Да, неделя выдалась для столичных спасателей непростой, я бы даже сказал, напряженной. Ну, о чем свидетельствуют сегодняшние сводки чрезвычайных ситуаций. Это связано как и с погодными условиями, так и, ну, наверное, с атмосферой приближающихся больших праздников. Суточная сводка с 14 на 15 декабря. Заводской район, проспект Партизанский, 91. Загорание, обивки табурета на личной клетке на площади 0,2 метра квадратных. Причиной явилось неосторожное обращение с огнем неустановленным лицом. Ну, хотелось бы сразу же напомнить, что личная клетка является эвакуационным путем, и размещение таких предметов носит, скажем так, пагубный характер. Это не только большая пожарная нагрузка, но и затруднение эвакуации во время какой-то чрезвычайной ситуации. Партизанский район, Антоновская, 28. Оплавление изоляции электропроводки в электросети Тамбура. Квартиры без последующего горения. Октябрьский район, улица Жуковского, 6. Загорание пищи на электроплите. Причиной явилось нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Также спасатели выезжали на чрезвычайные ситуации, на оказание технической помощи 14 раз за сутки. С 15 декабря по 16 пожаров не зафиксировано. Спасатели выезжали на оказание технической помощи 14 раз. С 16 на 17 декабря 2022 года в 03.35 на номер 112 от очевидцев поступили сообщения о взрыве и загорании квартиры по бульвару Шевченко-4 в городе Минске. К месту вызова были направлены подразделения МЧС. Через 4 минуты первые подразделения прибыли к месту вызова. На втором этаже происходило горение открытым пламенем, сильное задымление, люди из окон вышерасположенных квартир просили о помощи. При проведении разведки было установлено, что на втором этаже пятиэтажного жилого дома произошло загорание в двух квартирах на общей площади около 40 квадратных метров. Спасателями с вышележащих этажей были спасены 12 человек, из них трое детей. Все спасенные были переданы прибывшим бригадам скорой медицинской помощи для осмотра. Медики госпитализировали трех человек с предварительным диагнозом отравления продуктами горения, термоингаляционные травмы, ожоги. Из смежных и вышележащих квартир также были эвакуированы 10 человек. Пожар ликвидирован в 4.08 утра. На месте работали 16 единиц пожарной и аварийно-спасательной техники и более 70 спасателей. На втором этаже и четвертом в квартирах были обнаружены 6 человек, среди них ребенок 2011 года рождения. Медики констатировали их смерть. На место происшествия также выезжали министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев, руководство следственного комитета ГУВД Мингородсполкома, Минского городского управления МЧС, прокуратура города, руководство района и заинтересованных ведомств. На данный момент спасатели оказывают содействие следователям по выяснению причин происшествия. Кроме версии о взрыве газа, в настоящий момент серьезно прорабатывается версия, что причиной стала вспышка паров легковоспламеняющихся жидкостей. Об этом свидетельствует найденная в одной из квартир емкости, в которых, возможно, хранилась эта жидкость. Ну и также на данный момент активно спасатели помогают, не только спасатели, все ведомства в помощи жильцам подъезда. С пострадавшими и очевидцами работают психологи республиканского отряда специального назначения ЗУБР. Ну и совместно с представителями Мингаз проводятся совместные рейды, в ходе которых гражданам напоминают правила пожарной безопасности и основные правила безопасного обращения с бытовыми газовыми приборами. Что делать в случае утечки газа, как реагировать на некорректную работу газовой плиты или котла, по какому номеру необходимо экстренно сообщить о происшествии и многое другое. При проведении такой работы особое внимание обращается на исправность газового оборудования, наличие неисправностей электрических и теплогенерирующих установок. Суточная осводка с 17 на 18 декабря. Октябрьский район, переулок Стебенева, 10. Загорание имущества и легкового автомобиля 2018 года выпуска в кирпичном гаражном боксе размерами 4 на 10 на площади 40 квадратных метров. Причина пожара устанавливается. Первомайский район, независимости 135, оплавление и изоляция электропроводки в электрощите. Полагаемая причина – короткое замыкание электропроводки. Наказание технической помощи спасателей выезжали 16 раз. Суточная осводка с 18 на 19 декабря. Октябрьский район, Березогорская 8 и также Заводской район, улица Герасименко 23. По одному и второму адресу были загорания пищи на газовой плите. И также по двум этим выездам причиной явилось нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов. Ну и закончим суточной сводкой с 19 на 20 декабря. Центральный район, третий переулок из Чедрина 16. Было загорание постельных принадлежностей в жилой комнате на площади 0,1 квадратный метр. Повреждены постельные принадлежности, диван. Причиной явилось неосторожное обращение с огнем при курении. Фрунденский, Шаранговича 48. Загорание газет в почтовых ящиках на лечной площадке. Ну, видимо, кому-то не понравилось обилие рекламы. Причиной явился поджог. И центральный район, Орловская 5. По прибытию к месту вызова спасатели увидели черный дым из окна квартиры на первом этаже. В ходе ликвидации пожара было установлено, что в жилой комнате 3 на 4 метра двухкомнатной квартиры произошло загорание имущества на площади 4 квадратных метра. Работниками МЧС в очаге пожара на кровати был обнаружен обгоревший труп хозяина квартиры. В результате пожара повреждено имущество в жилой комнате. Закопчена квартира. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Пожарные извещатели не были установлены также в квартире. Ну что ж, это все. Это, к разумею, на консводке. Ну, а про из некольких хвилин у нас почнется гульня. Час без беги. Я нагадаю, что у нашей студии гость – работник Центра пропаганды Минска городского управления Министерства по назначающей ситуации Холодислав Ус. Мы обещали погулять. Калиласко, Владислав, какое у нас сегодня пытание? Вопрос сегодня будет звучать так. Раньше, ну и до середины 20 века, это природное явление помогало морякам избежать столкновения с айсбергами. Причем наблюдать его можно было преимущественно в районах вечной мерзлоты. Так вот, что это за явление? Калиласко, я нагадываю, Суполка Радио Столицы ВКонтакте. Раздел поведомления. Досылайте сюда свои отказы. Той, кто будет первый, правильно откажет. Тормая подоронка от Минска городского управления Министерства по назначающей ситуациях. Ну, а мы протягиваем нашу размову. Видео, что есть еще что рассказать. Владислав? Да, ну, хотел немножечко остановиться на новогодних праздниках, на том, как безопасно нарядить свою елку. Чтобы, скажем так, не омрачить праздник, елка должна стоять подальше от батареи, отопительных приборов, телевизора. Когда ставим елку, убираем ковры, ковровое покрытие. Ну, это необходимо, чтобы они не способствовали быстрому распространению пожара. Ну, и просто, чтобы елочка не перевернулась. Закрепляйте елку на устойчивой подставке. Украшайте электрической гирляндой только заводского изготовления. Уходя ко сну из квартиры, отключайте электрическую гирлянду от сети. Ну, это касается не только электрической гирлянды, это касается всех электроприборов, которые у нас имеются. Уходя из квартиры или, да, когда отходим ко сну. То желательно все выключать. Ну, и также убирать необходимо осыпавшуюся хвою. Она легко может вспыхнуть от искры или нагревательных приборов. Запрещается. Запрещается использовать для украшения елки вату, бумагу, свечи и бенгальские огни. Разрешать детям самостоятельно включать электрогирлянды. Ну, и также, опять же, это касается не только электрогирлянды, а и других бытовых приборов. Оставлять включенные электрогирлянды на продолжительное время. Тушить горящую искусственную елку водой. Многие это не знают. Ну, немножечко поясню, с чем это связано. Тушение искусственной елки водой может привести к разбросу искр и плавке пластика самого, который попадает на... Ну, приклеивается к поверхностям и в том числе к коже. И можно получить серьезные ожоги. Ну, и также не допускается устанавливать елку на путях эвакуации. Это больше касается организаций. Ну, да, чтобы елочка не мешала безопасной эвакуации. Ну, что ж, я так разомню, это все такие вось в параде. Да, все основные. Я нагадаю, что наша гульня протягивается. Что там у нас за пытания? Узгадаем. Раньше именно это природное явление помогало морякам избежать столкновения с айсбергами. Причем наблюдать его можно было преимущественно в районах вечной мерзлоты. Я еще раз нагадываюсь. Уполка рада ее в столице ВКонтакте. Раздел поведомлений. Худко вернемся и будем подводить выники. Час без беги. Стоп, гульня, подводим выники. Венчуем пироможцу. Давай, Владислав, нагадаем. Что у нас там было за пытание? Ну, и, конечно, отказ. Так, вопрос звучал так. В середине века, ну, и вплоть до 20-го, именно это природное явление помогало морякам избежать столкновения с айсбергами. Причем наблюдать его можно было преимущественно в районах вечной мерзлоты. Ответ – северное сияние. Так, ну, и у нас шмат пироможца. Оля Перша была, Тамара. Венчуем вас. Позднее расскажу, где и як забирать подарок. А мы протягиваем размову. Ведуешь, что есть, что рассказать. Рассказывай. Ну, хотелось бы еще раз остановиться на очень важной такой теме. Правила пользования газовыми плитами и оборудованием. В связи с последними событиями трагическими этими на Шевченко. Так вот, правила пользования газовой плитой. Нельзя пользоваться плитой при неисправной вентиляции и закрытой форточке. Загромождать газовую плиту посторонними предметами. Класть возле плиты легковосполняющиеся предметы. Допускать к пользованию газовыми плитами детей до 12 лет и лиц в нетрезвом виде. Ну, и также, соответственно, людей, которые не умеют пользоваться плитой, не знают правила безопасности. Нельзя оставлять без присмотра плиту с зажженными горелками. Ну, я думаю, это понятно. А также использовать плиту для обогрева помещения. Ну, и в том числе для сушки белья. Также нельзя спать в помещении, где установлена газовая плита. И самостоятельно производить ремонт и переустановку газовой плиты. Для этого лучше всего обратиться к специалистам. Это у всех такие важные правила, так? Ну, и да. Телефон службы спасения 101-112 и телефон газовой службы 104. Ну, а между тем, акция так само протягивается. И вот про третий этап мы расскажем вельми-вельми худко. В нашей студии гость работник Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по независимых ситуациях Владислав Осипчик. И мы тут про акцию обещали рассказать. Ну, Владислав, рассказывайте. Ну, предновогодний период сопровождается резким увеличением количества пожаров, травм в результате нарушения правил пожарной безопасности. При подготовке к праздникам неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Ну, и вот цель республиканской акции «Безопасный Новый год» предупредить чрезвычайные ситуации с подобными последствиями. Сейчас у нас подходит к завершению второй этап акции. И вот 26 декабря стартует финальный этап, который продлится по 30 декабря. В финальном этапе акции попадем в места продажи пиротехнических изделий. Туда приедут пожарный Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи, которые проведут с покупателем беседы, раздадут инструкции по безопасному использованию пиротехники, памятные календари, акции и наглядные изобразительные продукты. А также предложат запечатлеть момент на фоне тематической фотозоны. Это все, я так разумею. С того, что хотелось подзначить из этих важных мероприемств. Ну и я думаю, что еще надо им про безопасность докладно. Что там с фейерверками у нас? Есть уже некие такие порушальники альбома? По коль, что все спокойно и тихо. Пока более-менее тихо, слава богу. Но я думаю, где-то в этот период, буквально пару дней, начнут уже появляться первые в сводках, скажем так, случаи. Ну, хотелось бы, чтобы таких случаев было меньше. Самое главное, так как расстаетесь правилами, не допускайте детей одних, одних, вот так, без батьковусь, да, гэтых самых прылат. Что еще памятаем? Обовязково набывать, так, только в потребных местах для гэтых непосредо. Да, верно. Ну и будьте вам свят счастье и фейерверки. Дякую, Владислав, что пришли и рассказали. Для наших слухачок я нагадаю, что у студии был гость, работник Центра пропаганды Минского городского управления Министерства по незавычайных ситуациях, Владислав Осипчик, Марта Худалей. Так сама была с вами, Усим Паколь.